13 дней блокады в одной маленькой тетради, 13 дней ужаса глазами маленькой девочки. Дневник Ксении Глинской, жительницы оккупированного города Ленинграда, опубликовали и представили читателям. Наверняка мы не прочтем всех записей, блокнотов, дневников, которые вели жители блокадного Ленинграда. Но достаточно вспомнить хотя бы дневник Тани Савичевой, маленькой девочки, которая описывала все, что происходило в ее семье и в городе. Ну а сегодня в Щелковской межпоселенческой центральной районной библиотеке уникальное событие. Тетрадь Ксении Глинской, жительницы блокадного Ленинграда, которую она вела с зимы 1941 по 1942 год, вышла в тираж. Удивительно и то, как эта тетрадь попала в наш город. Простое совпадение, казалось бы, в течение обстоятельств возможно, но точно пересечение судеб. Эту тетрадку, она была одиноким человеком, она передала своей соседке по коммунальной квартире, Силиной. А та, в свою очередь, приехала жить в Щелково. И эту тетрадь, оригинал, передала в юношескую районную библиотеку. И у нас родилась идея ее издать. Издать в виде книги, которая вот и получилась. Вот такой. Но самое главное, что мы хотели, сохранить ее аутентичность, то есть сохранить ее почерк. Помог в реализации идея оформления дневника художник Андрей Шатилов. Имея опыт работы в формате книжной графики, он взялся за это дело, вполне понимая, в его руках человеческая память. История непростой судьбы в непростое время. Работа особая, ответственная. Окончательная концепция пришла не сразу. И долго ломал голову, как подать этот материал. Потом все-таки осенило, что надо оставить все как есть. Дополнив, единственное, и упорядочив текстовый материал. И дополнить какими-то иллюстрациями. Но такими, чтобы это реально выглядело, как будто эти иллюстрации делал автор. Воспоминания юной Ксении Глинской читать непросто. Глаза ребенка видели немало горя, смертей и ужасов тех непростых лет. Дней, минут. Были, наверное, и светлые моменты. И о них есть строчки в этом дневнике. Но тетрадь буквально наполнена описанием повседневных забот и тягостей. Пришла на презентацию книги и Ольга Царева. Сегодня она живет в Щелково. В совсем юном возрасте пережила блокаду. Также поделилась воспоминаниями и эмоциями о том страшном периоде. В этой книге, которая сейчас имеется у вас в библиотеке, там есть моя статья, посвященная матери, которая, можно сказать, помогала нам выживать. И так случилось. Вот эти все рассказы о дневниках, которые со временем вы будете читать, конечно, они сейчас еще больше взволновали. В моем сердце мне тяжело повторить все, что пережито. Конечно же, я бы хотел, чтобы этот дневник прочитали в первую очередь наши подрастающие поколения. Мне бы очень хотелось, чтобы они из тех четко прописанных фраз, словосочетаний, которые писались в очень непростых условиях, наверное, с пониманием, что, может быть, завтра уже следующая строчка будет оборвана, и она не продолжит своего повествования. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. Важно и просто необходимо сегодня осознавать, историю делают люди, и пишут, кстати, тоже. Еще больше рассказов о тех событиях, возможно, послужат потомкам, да и ныне живущим, дабы понимать о том, что такое плен, война и несправедливость, а также, как сильно люди хотят мира, а не войны. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».